Мои знакомые девушки попросили заснять красивых пацанов, типа. Бля, идут два чувака таких здоровых, надутых. А то, типа, я все девчонок, девчонок снимаю. Здесь очень любят без маяк ходить. А так, конечно, все такие же рабасики. Очень много татушек разрисованных. Ну и вообще, в основном, если идет полный парень, то и полная девушка. Баланс, вся фигня. Вот так двигается полиция, куда-то летит, с мигалками. Все очень ярко, красиво. Вчера, кстати, вез первый раз полицейского. Так ссыкотно было. Думаю, сейчас возьмет, как наш, контрольная закупка, типа. Придут, я остановлюсь, он скажет, все, ты попал, чувак, ты нелегал. Ну, на самом деле, полиция, да, тебя пофиг, есть другие службы, которые этим занимаются. Сейчас проезжаю, вот салон один. Здесь люксовые тачки, скутеры. Вы можете взять вот такие скутера. Вот такие сексуальные телочки. Жиробасики. Здесь можно взять в аренду Феррари, Порше, Ламборджини. Я потом заеду, узнаю, сколько это все стоит. Честно, очень хочется, но денег нету. Я все же решил посетить в Орландо парк Юниверсал. Там вроде стоит 100 долларов билет. Поэтому, ребята, если у кто-то есть, кто хочет посмотреть или знает, как можно сделать дешевле, то помогите. Ребятки, вот и Майами днем. Солнечный день, хорошую погоду. Сейчас я вам покажу, как здесь просто люди останавливаются, остаются какие пробки. Ну, в принципе, я то же самое делаю, когда высаживаю, посажу людей. Здесь все люди так работают не спешно. О, мотоциклисты, байкеры, Харли, Харли. Как же америкосы любят Харли. Это у меня на страничке есть видос про то, что как чувак рассказывает, что такое патриоты, для чего это все воспитано и для чего это сделано. Что это все обложки, это обмаз, чтобы вы были рабами. Вот и здесь фактически люди навязывают чужое, Харли и все. И я таким образом становлюсь отдельным челом, я выделяюсь из толпы. Все от скухи. Мне кажется, это, наверное, такой фактор. Все у нас в жизни на самом деле не совсем правильно идет. Мы уже просто привыкли так работать. Нам сложно менять. Сложно менять образ жизни. Даже мне. Я вот сейчас говорю, что у меня все налажено. У меня есть работа. У меня есть еще время визы. По идее, сиди до конца визы и работай. Нарабатывай бабки. А по факту, блин, жизнь так и проходит. Ты все время что-то срабатываешь, чтобы тратить. Да и потом, когда ты потеряешь что-то, ты придешь новое. То есть я сейчас потеряю вот этот расклад жизни, который уже вроде бы как бы я и привык работать. Вот фактически. Вчера было ровно месяц, как я, два месяца, как я нахожусь в Майами. Из них полтора месяца фактически я работаю. И тут сейчас я опять хочу что-то поменять. Многие скажут, что это неправильно, но на самом деле в этом и жизнь. Себе что-то надоедает, меняй. Ты не сможешь найти что-то нового, пока не выкинешь старое. Вот представитель машины типичный для Майами. Видите, как кафешки все забиты. Я вам скажу, здесь прайс будет ого-го. Да, Серега Самусев? Он здесь когда-то покушал. Что-то они отдали 200 долларов вроде за четверых по 50 баксов. Так что, Серега, привет. Да, хочу сказать одному из своих подписчиков большое спасибо, который заснял про меня видео. Вы можете посмотреть его в моих социальных сетях, и я еще скину ссылку. Огромное спасибо, чувак. Мега респект. Мне очень было приятно и понравилось этот видос. Вот такой мотик. Вообще, ребята, спасибо, что вы поддерживаете. Теперь надо только важный фактор. Набрать большее количество, наверное, людей, сделать более интереснее, интерактивнее видео. И хочется использовать систему лайф. То есть, чтобы я выполнял какое-то что-то задание. Например, все же не даже за того, чтобы деньги, а все же, чтобы сделать ее более реалистичным этим видео. Также, если кому что интересно, ребят, сообщайте, какие вы видосы бы хотели видеть. Все же, варианты, чтобы развеять какие-то мифы гораздо приятнее. очень много девушек с татуировками. И вот тоже так обидно. Чуваки ходят такие нормальные, надутые, все, а девчонки прямо вот заплывшие. Ай, ну, несправедливо. Что, получается, девушки более ленивые, чем пацаны? Возможно, и так. с этой стороны, смотрите, вон, чувачки тренируются, бабушки вон, сидят на газоне, вон, чуваки там с веревками, что-то, гантелями качаются. Молодцы, молодцы, очень многие занимаются. О, попа пошла, вон, попа, ах, попа, ах, черт, черт побери. Ну, и вот, вот вам я, азиаты. Здесь недавно разговаривал с тайванцем, блин, такой чувак прикольный, там, с тренировкой, говорит, у меня R8, ну, я помню, видео рассказал. 20 долларов парковка, вы это видите? 20 баксов, чтобы встать около кафе, а еще соточку отдашь, чтобы поесть. Ну, естественно, здесь, кстати, официантки получают по 200-300 долларов в день. У них зарплата 60 долларов всего лишь. Они зарабатывают за общее количество времени. Очень популярны, кстати, вот эти скрамблеры Триумфа. А за счет чая они получают большие бабки. Так что, если знание английского языка у вас есть, то милости просим Майами Бич. Ну, видите, пробки с ничего, просто медленный трафик. Это центральная улица, как в фильмах Vice City, в фильмах в игре Vice City. GTA, полицейские тачки старенькие. Малаточка на электроскутере и ее парнишка, черный, черный друг, черный брат. Как прикольно америкосы разговаривают в плане того, что бро, они через слово говорят бро, эй, бро, ну, you know, бро, и все бро, бро. Что бы мы так все говорили? Это, кстати, наверное, люди с Кафаза так вот разговаривают. Эй, братан, ты че, братан? И тут эти все, эй, бро, эй, бро. Устойчивое выражение. Они бро даже говорят на своих же, то есть, с подруги общаются, тоже все у них, бро, бро. И вот дальше мы видим опять парковка, 20 баксов. Прямо за первой дорогой есть внутренняя такая вот дорожка между домами. Она на карте очень тонкая линия нарисована. И вы видите, здесь можно припарковать мотик, не парясь, не боясь. Кстати, есть столбы, за которые тоже можно зацепить, как здесь уже зацеплены скутеры. Поэтому двухколесное транспортное средство Майами неплохо. Вот сейчас затарился в магазине Павликс на 10 баксов. Ну, скажу, что не дешевая цена. Валмар подешевле получается. Мне уже надоело есть сосиски по долгам. потому что все-таки я же не очень дешевый. Там всякая фигня, наверное, там с костями и вообще еще там. Вот. сейчас купил за 3 бакса новые колбаски какие-то. Попробую. Ну, и купил арахисо масло. Также попробую, как оно пойдет. Поэтому 10 баксов потратил, но я уже заработал 100 баксов. Сейчас только 6 часов. Действуйте, ребята, 6 часов. Я решил сейчас отдохнуть немножко потому что уже устал, засыпаю, купил себе чаю и буду готовить сейчас чайок и, наверное, макарошки с колбаской. Ну что, ребята, хотел показать. Вот такие можно сосиски купить колбаски за 3 доллара. В принципе, я думаю, что их на 4 раза хватит. за 2,5 доллара можно купить вот такую арахисовую банку масла. За 1,20 доллар вот такой чай липтон. Ну, булку хлеба за доллар тоже можно купить. Все, готовлю кушать и пожелайте мне приятного аппетита. Погода тоже бывает плохая в Майами. Не холодно, но накрапывает небольшой дождик, там видно дальше тучка. Я нахожусь на юге Майами. Это, наверное, один вот из исторических вообще вещей и зданий есть в Америке. Все остальное на самом деле все очень новое. Здесь нет таких исторических памятников. В принципе, история у них нова. Вот еще какое-то здание. И я хотел, ребята, вам ответить по поводу ССН. Я не знаю. Можно по туристической визе сделать корпорацию, но работа ты легально не имеешь права. Это просто корпорация. Ты имеешь право нанимать 5 человек и чтобы они работали, платить им зарплату. Все. Не можешь ты работать по social security, который тебе дадут при открытии corporation. Ты имеешь право работать только по туристической визе или по рабочей визе или по студенческой и то наполовину и то в камбузах. Все. Других нет варианта. В любом случае все нелегально. Я не знаю, что с ССН. Люди открывают. Я не знаю, что будет при выезде. Я не знаю, что будет в следующий раз при въезде. Въеду я или нет. Я ни хрена не знаю. Я просто живу и все. Вот и все. Получается, у меня нет другого выхода. Где мне еще взять бабло? Все. Я таким образом зарабатываю, а там уже пусть все что будет. Мне кто-то сказал, что можно якобы не платить налоги, а потом, когда ты будешь якобы можно даже на корпорацию делать типа как фирма. Будут приходить поступления, заплатить налоги потом уже, когда приедешь. А кто-то сказал, если у тебя нету Social Security, типа ты нету и в базах. То, соответственно, как бы приходят какие-то те деньги на карту, ну и все. Я не знаю, как это все будет. Поэтому я не могу утвердительно вам дать ответ. Ищите эту информацию. Но я знаю, что в некоторых регистрациях программ Social Security прокатывает просто нули или просто набор цифр. Я видел, как люди находили в интернете номер Social Security, потому что по Social Security вас можно проверить, есть ли такая корпорация или нет. Так вот, это как, например, Drive License по номеру пробивается очень легко. Там открытые все базы. Это не то, что у нас. А здесь все просто. Ты заходишь на сайт, забиваешь и смотришь, есть ли такая фирма или нет. Вот и все. И люди вот его забивают. Я знаю, что мне здесь рассказывали, что вот вам выписывают чек. Мне так предлагали пару раз приобрести велосипед мой. Типа привозят чек, приходят по почте, ты снимаешь, там денег чуть больше, ты даже еще оплачиваешь за транспортировку и тебе чувак типа говорит, оставшиеся деньги перешли мне. Типа у тебя, например, мой велик 500, а он тебе присылает косарь. Вот, ты забираешь эти деньги, на твое имя все, там приходят эти деньги. Вроде все кажется чисто и красиво, но в конце года оказывается, что этот чек был или потерян, или украден, а чек это скорее всего будет какой-то компанией или даже, ну скорее всего, компанией, как мне объясняли. И потом эта компания пишет в банк, мы эти затраты не делали, мы не покупали, нам это неинтересно. И банк это берет и возвращает. И получается, теперь ты должен эти деньги. Не тот чувак, который тебя продал, потому что нигде не числится, а ты должен эти деньги. Да, будет милиция, будет разбирать, возможно, там поймут, что это махинация, но тебя могут из-за этого посадить. Поэтому здесь все очень так, можно сказать, что это был не я. Я не знаю, ребята, то есть я не могу сказать конкретного этого, на конкретный этот вопрос конкретный ответ. Вот так вот. Сколько у меня мыслей, сколько слов за одну минуту. Еду я сейчас в поисках клиентов, сделал я себе перерыв, покушал, сосиски оказались, или колбаски оказались великолепные, все же мясо чувствуется. Но правда, я вчера брал, покупал себе курицу и наелся, честно, курятины, так что аж целую курицу забомбил на два раза. Так что, хватит этого. Все, дальше работаю. Сценочка на ультра. Крутяк. У меня, правда, дворники не очень, но там тоже сцена есть. но слушайте, здесь сильно. Вау. Хотел вам показать, ребята, я нахожу сейчас, не помню, как эта зона называется, но это Майами, прямо недалеко от даунтауна, и слышите, какая музыка валит. Завтра начинается уже фестиваль, этот, урбан, и ультра, ультра, урбан все, ультра, и сегодня какое-то предпати валит, нормально, такой, музон. Вау. Здесь очень много людей, а мне надо работать. Идем, почти прямую трансляцию, валит кислотная музыка. Ну, тут что-то закрыто, я так понимаю, вечеринка, и не совсем ты можешь туда зайти. А не, не, вход есть все же. Типа тематическая вечеринка. Типа тематическая вечеринка. Короче, наверное, нихера не видно. Музлоу валит. А тут еще рядом еще одна вечеринка. Пойдем, сейчас ее заценим. Но музыка прикольная. Граффити, да, какое? А моя тачка стоит там. Сегодня такая непогода. Сегодня вообще ужасно. Валит дождь, он мне мешает работать. Я сейчас заработал последний за 30 минут, наверное, 7 долларов. Блин, мы ехали. Много полиции. Ребята, и знаете, что это? Это фан-зона. Здесь чуваки хотят получить автографы у своих любимых диджеев. Сейчас мы пройдем, посмотрим, кто там вообще есть. Может, или больше что-то видно. Может, у кого-то что-то мы увидим. тут собирает музыку. Тэмобайл. Опять везде Тэмобайл. А что же тут? А нет, наверное, это просто какой-то вход в пати. И все тут на этом. Но людей, конечно, жесть. Дядьки, секьюрити, все-таки здоровые. И что-то вибборл, черенц. Фигер знает, короче, какая-то фигня еще. Короче, я не знаю, че. Но контроль здесь жесткий, билеты нужны точно. И видно, надо за это заплатить 300 долларов за три дня.